Доброе утро! Доброе утро! Мы в Стамбуле. С вами, как всегда, Андрей и Юля. Сегодня в холодах хорошая. Нас радует солнце и мы хотим пойти посмотреть этот город. А еще смотрите, ребят, вы видите, машина стояла здесь. Утром проснулся, она там, вот так сама перемещается. Ну, я просто ключ дал хозяйке на хранение, мало ли. Кому-то нужно выехать, они, я не знаю, кто там, сами перемещают, туда-сюда ездят. Вот. А мы хотим поехать на трамвайчике. Потому что нереально здесь есть на машине. Машина, будь она, неважно, она будет там стоять до конца. И Юля вычитала, что, в принципе, в Стамбуле можно на одном трамвае объехать все достопримечательности, все красивые места. Остановка трамвая находится рядом, возле нашего отеля. Остановка Султан Ахмед так и называется, трамвай Т-1. В общем, это самый популярный маршрут среди туристов, потому что он проезжает через самые популярные достопримечательности. Вот мы находимся на остановке Султан Ахмед, где находится София, голубая мечеть и мечети. Но мы сейчас поедем на этом трамвае на улицу Истекляль. Как? Истекляль. Истекляль? Да, там еще находится... Ну, в общем, сейчас разберемся, что там находится. Нам нужно купить карточку. Главное купить карточку, потому что мы не купим первый раз, сейчас будем узнавать. Можно купить разовый билет, а можно купить карточку. Преимущество трамвая еще в том, что он едет по своим колеям и машины по ним ехать не могут, поэтому едем мы без пробок. Вот. И вообще тут трамваи так носятся, но я не знаю, как эти люди успевают. Кстати, а вот сейчас там есть ребята, по-моему, у них и спросим, полиция или что? Не полиция? Вот. Наша станция называется Султан Ахмед Т1. А вот здесь покупаются эти жетоны. Но карточки не в каждом можно купить. Смотрите. А, значит, здесь карты не продаются. Это только разовая поездка. В общем, заезжаем в трамвай. Боже, что не придавило. А? В общем, купить билет на трамвай, это квест. Какой-то турок подошел что-то там, пытался что-то втюхать, а так и не купишь. В общем, карты надо покупать только в каких-то маркетах. Ваня первый раз едет на трамвайчике. Ванька, ой! Ха-ха! Мама, держи Ваню. Ну вообще интересно, наверное, трамваи можно не брать автобус на сети, дур, и просто по этому маршрую я буду проехать. Экономим 80 евро. Ваня не умеет говорить, а потому что на турецком. Да? Ну что, турок? Все, выходим. Ну что ты слышишь? Ну едем куда-то непонятно. Едем мы назад. У нас уже группка образовалась, но едущих непонятно куда людей. А вы откуда едете? Я? Да. Вообще, в принципе откуда? Из Москвы. Видите, а мы в принципе из Киева. Вот эти Москва и Киев едет в Турцию куда-то непонятно. Вот смотрите, едет трамвай, на нем написано Кабота, значит он туда доедет. Мы, наверное, сели на Т1, но он не доехал и вернулся назад. Ну что, попытка номер два уже. Тут и людей поболее. Юля, все куда-то бегут. Юля, мы приехали. Ты в курсе? Да, но опять не там вышли. Почему? Нам нашу курс. Перейдем. В общем, приехали на конечную трамвай. И здесь же на станции есть переход на линию F1. Это таксинка, батас, фуникулер. Вот, сюда спускаемся, но мы пойдем поищем лифт. Все, попробуем, может там лифт работает? Я думаю, должен быть. Вы посмотрите, а? Не знаю, ребят, вот скажите, где в Киеве мы можем вот так спуститься. Подземный переход, ну, с коляской. Ну, не считаете, кто? Ну, где-то есть. Ну, я не видел его, я не часто пользуюсь. Посмотрите, а? Мы уже научились покупать билетики. Точнее, одноразовые билетики. Так, ребят, а мы едем на фуникулере, да? Под землей. А, ну, как-то оно больше на метро похожее. Ну, как бы на метро, но вверх. Так, мы приехали. Это площадь Токсим, насколько я понимаю. И здесь сразу мечеть. Ну, мечеть, понятно. Ну, вообще, сепарка. Да, размах такой здесь. Все. И тут как-то холоднее тебе, не кажется? Тут выше. И ветер. Да, да. Тут выше и ветер. А смотри, какие флаги вокруг. Так разукрашено. Юля, ты мне обещала, что обещала? Какой-то мокрый чё? Пока я ничего. Ну, скажи, что здесь? Мы сейчас найдем, потом расскажу. Хорошо, ладно. Ребята, я вообще не перестаю удивляться вот этим трамвайным путям. Вы посмотрите, как здесь. Вообще. То есть тут на коляске проезжаешь и не чувствуешь. Вот. Как-то в одно время жил на Подоле, ну, и езжу там часто. И я представляю себе вот наши трамвайные пути на Подоле. Эти, этот асфальт. Это ужас. Так, у нас перекус. Мы пришли в центр стамбульской уличной еды. Так, друзья, вот он, этот мокрый бургер. Hello. Заказывать нужно здесь вообще. Будем пробовать. Слушайте, много шумихи насчет этих мокрых бургеров. Они немножко остынутые, мы попробуем. Причем вот этот вот мокрый бургер, он просто в соусе. Улочка. Да, он пропитан соусом. И тут просто кусочек мяса. И всякой капусты. Да, да. Майонезов, никакой капусты, ничего. Я попробую. Ваня тоже хочет булку. Вкусно? Да. Потому что булочка не сухая, она уже соуса. Стоимость где-то 90 центов получается. Меньше доллара. И Ваня хочет, смотри. Да. Это горячее. Не, нормально. В общем, вкусно, но, блин, мало, вообще мало. Что это ж? У меня сейчас два укуса все съем. Так, ну мы заходим на эту площадь или улицу и стеклянь. Посмотрите, сколько людей. Ооо! Вот. вот так тут ездят машина я не знаю как тут ездят трамваи конечно а вот макдональдс хочешь макдональдс как тебе мокрый бургер реально ребята очень вкусно я что думал что больше шумиха вокруг этого бургера но он и правда очень вкусный а вот едет трамвай сколько людей да вот он едет мама а навстречу машинка и кто кого интересно машинка трамвай юля это больше это туристический трамвай мне кажется это чтобы наверно вверх не идти можно подъехать на трамвай то есть мы сейчас спускаемся вниз смотрите поливая ваня смотри полиция на лошадях вот так вот так вот супер а а а а а а чего что только нет на этой и степляли и рыбный какой-то базарчик проходили до машины как-то шнуряет куча куча разной еды везде на каждых пять метров что-то готовят что-то продают сладости сладости а людей тьма просто тьма привет 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 капец посмотрите сколько людей это магазин турецких сладостей господин популярный очень здесь не нужно купить кофе с мастикой вот видите весь мастик а варят надо попробовать ну а также сладости сейчас покажу что здесь есть здесь конечно не дешево это все за килограмм цена так тет тет только смотри ты паночки вкун 90 лет. Чаи. Мы пришли в католический собор. Хотим просто посмотреть. Тут хотя бы закрытый двор. Чтобы Ваня побегал. А вот смотрите, Папа Римский. А тут на территории нужно поставить свечку, Дева Мария. Ну Ваньку выпустили. Хоть тут можно немножко побегать. Потому что там по улице вообще нереально. Там просто река людей. Зайдем посмотрим, что там внутри. Красиво. 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 Лифто. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, прошло полчаса, Ваня уже фоткают туристы, а мы стоим и ждем, пока Ваня набегается. Да, вот мы пришли куда-то. Юля на айфон сошел с ума, не знает куда нам идти. Ребята создают пробку. А у нас спереди нарисовалась какая-то мечеть. Друзья, этот город, он вообще бесконечный. Если мне не изменяет память, 17 миллионов жителей в Стамбуле. То есть два города, это почти Украина. Я точно не помню, сколько в Москве, наверное, примерно столько же. Брата, бравия, салса в нас не иск. Аркранащи на бии идти. Хорошо, хорошо. Уда, бравия. он не берет ребят это с этими билетиками я не знаю надо сразу если на два-три дня в стамбуле или и дольше купить проездной билетик карточку эту потому что эти одноразовые билеты покупать это мы минут 15 стали покупать давай все проехали слава те господи прям маска сексуального залива нос нифига не зажимает вот так или мы едем опять позвонили а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас на Лайлэли. Это такое, ну, скажем так, место, где, как мы читали, дешевле всего покупать одежду, обувь, шмотки, в общем. Юлик уже пошла, уже пошла по вещам. 220 баксов. Да, вот так, справа, да? С мехом? Да нет, она тоже. Давайте лучше покажу вам, как здесь выбрасывать мусор. Ну, дайте я попробую. Вот, Ваня. Съел конфету, я иду выбрасывать. Кстати, вот ходим по Стамбулу, практически нет мусорных баков. Вот мы подходим тогда, я так нажимаю. Раз. Опа. Классно. В общем, это центр торговли в Стамбул. В Стамбуле, я так понимаю. Вот, смотри, даже кукуруза по 4. Вообще, сегодня прям аншлаг. Мы направляемся в сторону дома. Вы поняли, где эта Лайла находится? Лай-Лай, да? Да, Ла-Лай. Ла-Лай, Ла-Лай. И, в общем, наши оставшиеся два дня будем ходить в шопице. Юля тут у нас уже присмотрела какие-то себе курточки. В общем, идем мы по этой улице, этому району, району магазинов, вещей. Короче, это не базар Лайла, это район Лайла. Ла-Лай-Ли. Ла-Лай-Ли? Ну, так-то так. И мне сегодня ничего не будет. Ну, звание вообще невозможно. Он с нами полдня гулял, он устал. Я тоже устал, честно говоря. Идем домой. Все, и мы тут 10 минут, и мы уже дома, да? Да. Выгуливаем своего пацана. Вот же, сколько тут людей. Юль, запускай его туда. Детям. О! Прям огорожено. Ну, все. Резюка сейчас влезет. А еще смотрите, ребят, как здесь охраняется центр, достопримечательность. Вот такие вот машинки. Конечно, вон еще машинка, да? Все так заставлено щитами. Автобус с военными. И по всему городу ездят такие подметальные машины. Везде подметают, все подметают. Все убирают, чистят, вылизывают. Все, мы устали. Мы идем домой. Идем вам домой, да? Так, ну что, цены здесь. Пожалуйста. Жареный рулет с беконом. Фаршированные тефтели. Пальмары. А, это холодные закуски. Салаты. Промежуточное питание. Салаты из барабана. Баранина. Шашлык из баранины, 150 лир. а какой здесь вес наверное там небольшой это шашлык а вот это с баранином плетке кебаб и подмазать кебаб наверно кебабы кебабы есть баранина в кувшине улица в кувшине в общем все в кувшине смотрите это в кувшине так в кувшине поют таркана это лерсон ркомп Easton подмазать кемабы гранат кемабы на кемабы бак кемабы кемабы бак подъем кемабы нам принесли наш заказ смотрите это кебаб значит у нас и салат кальмаром а хлеб сказал салат с осьминога вот это юлия там нет а это смазал походу только сверху большего тут нет мы просто последний раз осминога опробовали в батуми на рыбном рынке нас есть видео мы оставим подсказку посмотрите так тайване что-то слушай а ваня тоже надо не надо ну ты вообще придумал дай ему хлебушек я даю целый дает все он будет это кушать очень вкусно лавашки бабки вообще кепаб и принеси тут еще дополнительно салат рис о ванне можно издать а это нам хлеб принесли что они так подают свет но он обычно такой надутый но это у нас немножко сдулся я всегда думал там внутри что-то то есть а там ничего не там воздух ваня нравится да попробуй что посмотрим и забрали у нас тут хлеб когда я был бар идет он горячего не горячий а вообще любитель такого хлеба на ваших и прям очень и и и и и и и и и